Продолжим наше занятие. Сегодня рассмотрим лекцию номер два Кодирование дискретных информаций. Для этого мы должны по плану лекции рассмотреть основные понятия и определения в области кодирования, классификации основных параметров кодов, стандартные первичные коды. Кодирование является первой и весьма важной операцией в процессе передачи информации дискретными сигналами, так как от него зависит амихоустойчивость системы, скорость передачи, конструкция передатчиков, приемников и некоторые другие параметры системы передачи дискретной информации. Под кодирование понимается замена множества графических и функциональных символов двоичными числями. Графические символы – это буквы той или иной азбуки, архематические знаки, десятичные цифры, грамматические и коммерческие знаки. Функциональные символы – это команды управления органами, печати приемника, разделители и указатели информационных массивов, символов расширения алфавета, символы заполнителей, синхросигналы и прочее. Основными понятиями в области кодирования являются кодовая комбинация, элемент кодовой комбинации, код и кодовая таблица. Количество отображаемых графических и функциональных символов сообщения всегда больше количества значащих цифр, отображающих числовой системы. Поэтому при кодировании приходится каждый символ сообщения с некоторой группой цифр. Возникает понятие кодовая комбинация – это кодовое слово, кодовое число, кодовые векторы, то двоичное число, соответствующее одному графическому или функциональному символу, то есть знаку сообщения. Кодовая комбинация состоит из нескольких элементов. При двоичном кодировании элемент кодовой комбинации – это цифра 0 или цифра 1. Кодирование происходит в соответствии с кодом. Код – это совокупность правил и условий, по которым формируется, передается и обрабатывается кодовая комбинация. Телеграфии и передачи данных применяют исключительно двоичные коды. Основным документом при кодировании является кодовая таблица, то есть альфа-бит-кода. Это таблица, устанавливающаяся в соответствии между знаками передаваемого сообщения и двоичными числями. Кодовые таблицы могут быть простыми, перекрестными, матричными. В простых кодовых таблицах каждый символ сообщения и его двоичные отображения записываются построчно, присваиваются порядковые номеры. Для нахождения нужного символа и соответствующей ему кодовой комбинации достаточно указать лишь номер строки. В матричных кодовых таблицах символ сообщения находится в месте пересечения столбов и строк таблицы. Для его отказания следует указать номер таблицы и номер строки. Обычно это записывается в виде дроби. Числители, номер столбца, знаменатель, номер строки. Кодовая комбинация, соответствующая найденному символу сообщения, составляется из двоичных элементов номера строки и столбца, на пересечении которых расположен этот символ. Классификация – основные параметры кодов. Для оценки свойств кодов, их классификация вводит в следующие основные параметры. Множество кодовых комбинаций, слов-векторов. ВК равен У1, У2, У3 и У3. Это весь набор возможных кодовых комбинаций. Основа кода А – это количество значений, которое может принять любой элемент кодовой комбинации. Численно она всегда равна основанию выбранной системы счисления. Поэтому параметры кодов делятся на двоичные, для которых А равен 2, и много основные, для которых А больше числа 2. В системах передачи дискретных сообщений применяются двоичные коды. Длина кодовой комбинации N – это количество элементов комбинации число зарядов двоичного числа. В составе комбинации может быть информационные элементы K, проверочные элементы R и служебные элементы S. То есть N равен K плюс R плюс S. Например, комбинация представлена 1, 0, 1, 0, 3, 0, 1. Здесь содержит 8 элементов, среди них 5 информационных, 1 контрольный и 2 служебных, которые показаны S1 и S2. Поэтому параметры кодов делятся на равномерные. Здесь N тоже будет константой. И неравномерные. Тогда N равен на перемене var. Чаще применяются равномерные коды. Для них общее число комбинаций связано с основными и длинными соотношениями S0 равен A в степени N. Для двоичных кодов S0 равен 2 в степени N. Весь кодовой комбинации обозначается W. Это число нулевых элементов в комбинации. Для двоичных кодов число единицы в ней. Например, кодовая комбинация W1, 0, 4 единицы, 0. W2, 1, 0, 3 единицы. W3, 0, 1, 0, 1, 0. Так, имеет весь соответственно W1, 3. W2, 4. 4 единицы поэтому. W3 равен 2. Кодовое расстояние между двумя комбинациями D, W и T, W. Это количество элементов, в которых одна комбинация отличается от другой. Для двоичных кодов это вес суммы по модулю 2 двух сравняемых комбинаций. То есть D равен W, W и T плюс WG умноженным в модулю 2. Кодовое расстояние определяется в меру отличия одной кодовой комбинации от другой. Например, кодовое расстояние между двумя комбинациями W1, W2 будет определена следующим образом. По формулу они суммируются и умножаются по модулю 2. В конечном результате мы получаем 0 единица, 0, 2 единицы. То есть здесь в вес кодовой комбинации суммы получится 3. А D тогда равен тоже на 3. Минимальное кодовое расстояние до минимума или кодовое расстояние по множеству комбинаций D делен на WK оно характеризует все множество кодовых комбинаций и определяется для двоичных кодов как минимальный вес в сумме по модулю 2 при попарном сравнении всех комбинаций. Например, для множества WK состоящих из трех комбинаций по значению этого параметра коды делятся на простые для которых D WK равен на единицу и корректирующие для которых D WK больше или равен для выполнения альгебраических операций над кодовыми комбинациями их представляют в виде многочленов полиному некоторые фиктивные перемены X заменяющие собой основание системы счисления. Тогда любая двоичная N элементная комбинация может быть представлена в виде полинома степени ни веще N-1 числовым членом равном весу этой комбинации. Например, кодовая комбинация единица два нуля две единицы два нуля единица. Представляется сумма единицу умножена X в степени 7 слагаем 0 умножено X в степени 6 слагаем 0 X в степени 5 плюс единица умножена X в степени 4 плюс единица умножена X в степени 3 плюс 0 умножена X в степени 2 плюс 0 умножена X в степени 1 единица умножена X в степени 0. И с учетом отсутствия нулевых членов и умножения остальных членов, на единицу может быть записано многочленов. Многочлен отражается следующим образом. Х в степени 7 плюс Х в степени 4 плюс Х в степени 3 и плюс единица. Число членов которого равна его весу. Раз, два, три, четыре, W равен 4. Такое представление кодовой комбинации очень часто применяется в теории помехоустойчивого кодирования. Над представленным таким образом многочленом можно выполнять операцию по законам двоичной алгебры. При этом следует помнить, что умноженный модуль в 2 равен 0. x и xg равен x в степени 1, где здесь 1 и плюс g умноженным по модулю n. x в степени n всегда равен 1. Пятиэлементный код Пятиэлементный код Международный телеграфный код номер 2, то есть МТК 2, появился в 1932 году и до сих пор успешно используется для телеграфной передачи. Это двоичный, простой, равномерный и пятиэлементный код для передачи буквенно-цифровой информации. Альфавит пятиэлементного кода проведен в таблице 2 и 1. Он был предложен для стран латинской письменности. Поскольку числа комбинации S0 равен 2 в степени 5, это 32, введены два регистра, буквы регистра 1 и цифры регистра 2. Это дает возможность расширения кода, так как одна комбинация может применяться для передачи двух графических символов. В цифровом регистре помещены, помимо цифр, архематические и грамматические знаки, команды для включения автоответчика и включения кустического сигнала. Код МТК 2 представлен в простой кодовой таблице, в которой порядковый номер кодовой комбинации не связан с ее двоичным отображением. Первые 2 и 6 позиций таблицы отданы под графические символы, что дает возможность получить в двух регистрах 52 знака. В цифровом регистре позиций 6, 7 и 8 оставлены Национальным администрациям связи для использования по своему усмотрению. Позиция 27 и 301 используется для передачи регистров команд 29 буквы и 30 цифров. И команд для управления органами печати рулонных аппаратов 27 возврат каретки 28 перевод строки 31 пробел. Позиция 32 осталась свободной. Русские варианты этого кода известны как код телеграфный. Пяти элементы закрепленных в гост и цифр введены русской буквой, что потребовало еще одной регистра. Здесь их три. Латинский регистр, цифровый регистр и русский регистр. 6-э, 7-ш, 7-щ, 8-щ. Совмещена с акцийским сигналом СВ, то есть звонок. Позиция 10. Буква Ч по схожести начертания совмещена с цифрой 4, позиция 18. А твердый знак заменен верхней запятой, позиция 19. Буква Й не передается. Код МТК-2 удобен для телеграфной передачи, однако в нем мало функциональных символов. Отсутствие деления букв на прописные и срочные. Не хватает некоторых арифметических и грамматических символов. 7-элементные коды. Недостатки кода МТК-2 были устранены удлинением кодовых комбинаций и, как следствие, увеличением их количества до 2 степени 7 равен 128. Это приняты Международные организации стандартов в 1962 году, Международная ответственность номер 5, то есть МА-5. За основу был взять Американский стандарт-код, Американский стандарт-код для обмены информации. Это двоичный, простой, равномерный, семиэлементный код, применяемый как для телеграфной передачи, так и для передачи данных. Альфавиты кодом МА-5 и КОИ-7, код для обработки информации КОИ-7, представлены перекрестные кодовые таблицы на пересечении строк и столбов, которые находятся передаваемые символы. Таблица содержит по 8 столбцов и по 16 строк. Всего 128 позиций. Строки пронумерованы сверху вниз десятичными числами от 0 до 15 и соответствующими им четырехразрядными двоичными числами от 4 0 до 4 единицы. Для кодовой комбинации МА-2 КОИ-7 приведен в этом таблице. Благодаря наличию большего количества комбинаций, семиэлементы и коды получили некоторые преимущества в сравнении с пяти элементами. Резко возросло количество функциональных символов, это до 32, для управления печатающим устройством и электронной системой машины. Появились дополнительные арахметические и грамматические знаки. Десятичные цифры удалось упорядочить. Структуры кодовой комбинации таблиц МА-5 и КОИ-2. Структуры кодовых комбинаций МА-5 и КОИ-7 одинаковые. Логически их можно разделить на четыре зоны. Первые зоны расположены функциональные символы для управления передачей печатающими устройствами, оконечным оборудованием, разделителем информации и другие сигналы управления. Например, Enter, начало текста. В восьмом строке, ЗВ, звонок. на английском bell, на шестом позиции, на седьмом позиции sin, синхронизация, на английском тоже написано sin, и другие. Вторая зона, столбцы, вторые и третьи, выделена для цифр, арифметических, грамматических и коммерческих знаков. Четырехразрядное подмножество для обработки цифровой информации получает отбрасывание трех старших разрядов. В третьем столбце эти две зоны идентичны в кодовых таблицах MA5 и COI7. К служебным символам следует отнести еще один знак ЗБ. Седьмая строка, столбца, седьмой. Пятнадцатая строка, номер столбца, седьмой. ЗБ. Означает забой. На английском пишется DELEMETER, который используется для стирания ошибок при заготовке перфоленты. Сочетание семи единиц 7, 7, 15 означает 7 единиц. Не воспринимается на приеме как графический или функциональный символ. Третья и четвертая зоны заняты графическими символами столбцей четвертой, пятой, шестой и седьмой. AR1, AR2. AR1 для изменения значения определенного числа следующих за ним символов. AR2 и AR2 для изменения значения одного следующего за ним символа. Это AR2. При работе между электронной и висительной машиной целеобразно иметь однорегистровый или безрегистровый код. Это достигается добавлением восьмого разряда. Получается стандартный код для передачи данных. SKBD. Кодовая таблица. При работе между ЭВМ целеобразно иметь однорегистровый или безрегистровый код. Это достигается добавлением восьмого разряда. Получается стандартный код для передачи данных. Кодовая комбинация SKBD содержит 16 столбцов и 16 строк. В ней содержится 256 комбинаций, из которых половина, это 128, повторяет код MR5 и 8 элемент для них имеет значение 0. А вторая половина повторяет код COE2 и восьмой элемент для них имеет значение 1. Первые четыре столбца являются сквозным символом повторения в обеих половинах таблицы. Всего в таблице SKBD 96 графических символов. Переход от дробного обозначения передаваемого символом X двоичному числу для первой половины таблицы осуществляется аналогично вещесказанное добавлением в восьмом разряде цифры 0. Для второй половины таблицы, когда числитель дроби обозначен цифрой больше 7, из него предварительно следует вычесть 8 и добавить в восьмом разряде цифру 1. Субтитры создавал DimaTorzok